Так, ну хорошо, значит, в прошлый раз было введение философское, а сегодня уже начнется математика. Вот, поэтому сегодня, если что-то не понимаете, то сразу спрашивайте. Сегодня должно быть понятно все, и я начну, значит, с двух тем, которые тесно связаны между собой, так, и которые обе ведут нас туда, куда мы хотим прийти, к эктонеонам. Значит, я начну с реализации правильных, но я все-таки не буду говорить политопов, я буду говорить многогранников. В размерностях 3 и 4, так, и исключительно изоморфизма. Вот, но мы увидим, что эти две вещи тесно связаны. Вот, и обе они будут нас подводить туда, куда мы хотим прийти, значит, к реализации октонеонов и к целым октонеонам, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, ну и в частности, вот самый интересный изоморфизм, который я вам обещал в прошлый раз доказать, мы докажем сегодня PSL3-2, изоморфно PSL2-7. Вот, ну давайте, ну с чего начать? Начнем с правильных многогранников, может быть. Вот, значит, ну правильные многогранники, те, которые бесконечных серий, которые во всех размерностях есть, их, значит, строить нечего абсолютно, потому что, ну там, вот если у вас есть базис, значит, RN, N, так, то тогда, скажем, вот просто то, что называется по-английски означенный базис, но по-русски мне говорят, что так не говорят, что signed base как-то иначе должно переводиться, значит, на русский язык, базис со знаками, да, или как. Вот, значит, этих векторов 2N, и это вершины гипероктаэдра. Так, ну а если вы возьмете плюс-минус Е1, плюс-минус Е2, плюс-минус и так далее, плюс-минус Еn, это вершины гиперкуба, ну а вершины симплекса, кто мне скажет, какие нужно брать, чтобы это было наиболее симметрично. ВРН плюс-минус Е1 на, значит, а потом брать проекцию обратно, да, там будет 1НТ, ну, когда понадобится, выберем, да, вот, поскольку это все равно неинтересно, это все как раз вам излагают, кто-то другой излагает. А я сейчас вам расскажу, как строить, значит, да, ну, и как строить, вот, оставшиеся, значит, оставшиеся, причем, вот, значит, что у нас там было, 3-5, значит, 5-3, 3-4-3, 3-3-5 и 5-5-3, 5-3-3, извините. Вот, вот, значит, на самом деле это связано с двумя классическими темами, одна из них, это золотое сечение, а вторая, вторая, это кватернионы. Так, и вот, в качестве подготовки к построению Е8, значит, давайте возьмем, подумаем, что, естественно, называть целыми кватернионами. Так, ну, кватернионы, это, значит, как векторное пространство, это изоморф на Р4, значит, как векторное пространство, да, то есть это четверки вещественных чисел, но в качестве байса там берется 1 и ЁТК, так, то есть кватернион выглядит следующим образом, так, значит, это H, где А, Б, С и Д, это вещественные числа. Так, значит, и умножаются они обычным образом, который все помнят, ну, вот, значит, и ЁТК, это мнимые единицы, так, а, значит, между собой они умножаются вот следующим образом, и ЁТК, значит, в положительном направлении дает, так, это положительное направление? Ну, раз я нарисовал стрелку, то положительное, да. Значит, это дает, на самом деле, это отрицательное, конечно, в обычной ориентации плоскости, но... А? Здесь положительное. Здесь положительное, да. И на Ж равно К, Ж на К равно И, ну и так далее. А в обратном, соответственно, меняется знак. Ну, это эквивалент тому, что И на Ж на К равно минус единице. Вот из этого все вытекает. Вот. Так вот, значит, что, естественно, называть целыми экваторнионами? Мы, может, уже это обсуждали. Ну, на семинаре мы даже обсуждали целые октавы, правда, да? Значит, ну, вот, как бы наивная точка зрения состоит в том, что целые экваторнионы – это экваторнионы, у которых, значит, все координаты целые, вот в этом базисе. Так, это называется целые липшицы в экваторнионы. Так, значит, и это Z на единицу плюс Z на И плюс Z на Йод. Так, ну, пожалуй, здесь можно не ставить. Но здесь все-таки мне хочется поставить точку. Здесь можно не ставить, пожалуй, плюс Z на К. Вот. Ну, вот, это целые липшицевые экваторнионы, но это неправильное понимание целых, наивное понимание целых экваторнионов. Правильно понимать целые экваторнионы, как экваторнионы, у которых норма целая и след целый. Так, значит, норма экваторниона – это Z на Z с чертой, где, значит, если Z равно А плюс ВИ плюс С Йод плюс ДК, то Z с чертой равно А минус ВИ минус С Йод минус ДК. Вот, значит, отображение из H в H, которое, значит, Z отображает в Z с чертой, это экваторнионное сопряжение, и оно является инволюцией на экваторнионах, то есть антиавтомортизмом порядка 2. То есть, когда мы ставим черту 2 раза, так, ну, нужно такие вещи напоминать, я не знаю. Z плюс W равняется Z плюс W, Z с двумя чертами равно Z, а вот Z на W с чертой равно W с чертой на Z с чертой. То есть, это антиавтоморфизм, все-таки не автоморфизм, а антиавтоморфизм. Ну и, понятно, вещественные экваторнионы остаются на месте. Так вот, норма экваторниона – это произведение экваторниона на сопряженный, а след экваторниона – это сумма экваторниона и сопряженного. Так вот, естественно, называть экваторнион целым, если у него и норма, и след целый. То есть, если он является решением квадратичного уравнения с целыми коэффициентами. Так, ну, так же, как мы определяем целые алгебраические числа. И старшим коэффициентом единиц. Так, как мы определяем целые алгебраические числа. Так вот, в этом понимании целыми экваторнионами станут не липшицевые экваторнионы, а станут гурбитцевые экваторнионы. Так, ну что, так обозначим их. Это вот же такое. Это экваторнионы, у которых все координаты вот в базисе 1 и ЖК одновременно либо целые, либо полуцелые. Значит, экваторнионы, все координаты которых в базисе 1 и ЖК одновременно либо целые, либо полуцелые. То есть, этими словами, это будет объединение двух смежных классов. Это, значит, решетка, содержащая решетку липшицевых экваторнионов, в которой липшицевые экваторнионы имеют индекс 2. Так, значит, ну и которая является объединением липшицевых экваторнионов вот с еще одним смежным классом. Липшицевые экваторнионы плюс вот то, что делает все координаты от миллиона полуцелыми. Что делает координаты от миллиона полуцелыми? Ну, 1 вторая единица плюс И, плюс Ж, плюс К. Вот это целые гурвицевые экваторнионы. Целые гурвицевые экваторнионы. Вот, и сейчас мы построим правильные многогранники. Значит, в качестве их вершин возьмем там некоторые целые гурвицевые экваторнионы, в некоторых случаях. А в некоторых случаях нам все-таки придется там делить их на что-то, потому что там будет возникать, там будут нецелые, там будет корень из пяти, там что-то в таком духе. Вот, значит, ну да. Ну, потом мы нормируем что-то, так, чтобы все-таки все стало целым. Вот, значит, ну вот, это мы вспомнили экваторнионы. Значит, теперь вспомним золотое сечение и напишем вершины всех правильных многогранников, размерностях 3 и 4. Значит, а именно, вот, рассмотрим уравнение. Единица, минус единица на х равно единице. Так, ну, как-нибудь его попреобразовывав, можно, наверное, к чему-нибудь привести. Когда-то меня учили, как это на пальцах показывать, что это значит там на фалангах пальцев. Ровно золотое сечение. Вот, значит, и пусть у нас сигма и тау – это корни этого многочлена, этого уравнения. Ну, в естественном порядке компьютерной алгебры, в порядке возрастания вещественной части. Так, значит, ну, тогда эти корни выглядят так, следующим образом. Вот, и причем вот это вот равно, значит, 2 косинуса π на 5. Вот, ну, и тогда, значит, я вам могу сформулировать 5 теорем, из которых я намекнул, как доказывается первое, а все остальные оставлю в качестве упражнения, поскольку, ну, они все доказываются одинаково, и, значит, на вычисления все сложнее и сложнее. Так, значит, а именно, вот, как струить правильные многогранники, ну, вот, оставшиеся. При помощи этих чисел сигма и тау. Так, ну, вот, насчет теорема. 12 точек, плюс-минус 1, 0, плюс-минус тау. Значит, а дальше четные перестановки. Значит, так, ну, куда? Ну, скажем, shift-right, да? Значит, тогда что, плюс-минус тау, плюс-минус 1, 0, и 0, плюс-минус тау, плюс-минус 1. Знаки пробегаются независимо. Эти 12 точек образуют вершины правильного икассаэдра. Так, ну, и вы уже догадались, что сейчас произойдет. Сейчас я напишу то же самое в четырехмерном пространстве. Так, а потом скажу, что четверка вещественных чисел – это квадронион, отождествует с квадронионами, скажу, что квадронионы можно умножать, вот, отнормирую, значит, там, поделю на модуль, чтобы это все стало целым, ну, и получу некоторую группу. Так, ну, не одну даже, а несколько групп. Которые окажутся там чему-то изоморфны. И это и будет одним из способов доказательства изоморфизмов, анонсированных изоморфизмов. Во, значит, ну, вот, для этого случая доказательство набросок, значит, приведен в моем конспекте по теории групп, и он выглядит примерно, значит, следующим образом. Так, значит, доказательства. Ну, что нужно доказать? Нужно доказать транзитивность на флагах. Нужно доказать правильность этого многогранника. Ну, вот, рассмотрим пять точек. 1, 0, τ, τ-1, 0, 1, 0, минус τ, 0, 0, τ-1 и 0, τ-1. Тогда все эти точки находятся друг от друга на одном расстоянии. Так, и более того, каждый из них находится на том же расстоянии от точки, значит, τ-1, 0. Так, вот, значит, эти точки лежат в одной, на одной плоскости. На плоскости τ-x плюс y минус τ равно 0. Все эти, значит, пять точек лежат в плоскости. В этой плоскости. Ну, это что значит? Это значит, что когда мы вот через эту точку и противоположную ей точку проведем ось, поскольку расстояние одинаковое, то это значит, что у нас есть поворот на угол 2π на 5. Вот вокруг этой оси, который переводит конфигурацию в себе. Ну, понятно, переводят эти точки, переводят противоположные точки, которые симметричны на таком же расстоянии. Вот, значит, таким образом у нас появилось преобразование порядка 5. Так, ну вот, а, значит, с другой стороны, легко видеть следующее, что, значит, на самом деле, следующие наборы точек образуют два правильных треугольника. И можно повернуть еще на угол π на 3. 2π на 3. А? x, y, z. Три координаты. Значит, Да, потому что это является решением уравнения, значит, ну давайте x квадрат минус x, x квадрат равно x плюс 1, правда? Да, да, да. Вот, значит, согласились, да? Так, значит, ну вот, а с другой стороны есть два треугольника, 1 τ0, 0, 0, 1 τ, τ0, 0, 1, так, и противоположные, минус 1, минус τ0, значит, 0, минус 1, минус τ, и минус τ0, 0, минус 1. Ну и проведем ось через центры, через центры этих, через средину этих центров, да, этих треугольников. Так, это поворот на 2π на 3. Вот, ну и вот легко видеть, что, значит, что поделав эти упражнения, мы, так сказать, можем перевести любой флаг в любой флаг. Так, любую вершину в любую вершину, вот, потом любое ребро, значит, примыкающее к этой вершине в любое другое ребро, примыкающее к этой вершине, ну и любую, любую из двух граней, проходящих через это ребро, соответственно, в другую грань. Вот, значит, так примерно доказывается все, но понятно, что я не буду таких упражнений проделывать, а просто сформулирую результаты. Значит, теорема. А следующая теорема такая, что 20 точек, 20 точек, значит, плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус 1, так, и эти точки удивительным образом являются вершинами куба. то есть среди 20 вершин дедекаэдра есть 8 вершин, ну, там, можно почитать, сколько таких восьмерок должно быть, так, есть 8 вершин, которые, значит, являются вершинами куба. Так, плюс-минус сигма, плюс-минус тау, ноль, ну и дальше четные перестановки. Значит, ноль плюс-минус сигма плюс-минус тау, значит, плюс-минус тау, ноль плюс-минус сигма. Вот эти 20 вершин образуют вершины, образуют вершины правильного, правильного дедекаэдра. Дедекаэдра – это 5,3, да? Символ Шлефли. А экосайдр – это правильное, экосайдра – это 3,5. Вот, значит, что происходит в четырехмерном пространстве? Понятно, что там, значит, как-то нам придется больше упражняться, поскольку, значит, здесь вершин там 12 и 20, а там вершин будет 24, 120 и 600. Так, значит, то есть там, чтобы проверить, что 600 вершинник является правильным, там как-то нужно сильно поупражняться. Значит, но я это в свое время проверил на компьютере, действительно. Так, при помощи математики это легко сделать. То есть пожалуй, да, это та область, в которой компьютер при помощи математики, в смысле системы математики, значит, это та область, в которой компьютер, пожалуй, реально помогает. Значит, то есть это, пожалуй, можно было бы назвать Экспериментальной математикой. Теперь что происходит при n равном 4? При n равном 4 происходит следующее. Во-первых, мы сказали, что есть замечательный многогранник 3, 4, 3, который отвечает f4. Значит, группа, в симметрии которого есть группа вейля f4, порядка. Кто помнит порядок? Кто должен помнить порядок? Андрей, вы должны помнить порядок, правда, да? Я-то должен, да. Я его и помню в вашем возрасте. 1152. Вот, значит, чем этот многогранник замечательен совершенно? Значит, тем, что... Ну вот, если вы помните спецкутс, который я читал год назад, домино тайлингс, там мы начали ровно с того, что, значит, плоскость можно замостить правильными треугольниками, так, значит, можно замостить правильными квадратами, правильными четырехугольниками, да, ну и там еще чем-то, и правильными шестиугольниками, да. Вот. Значит, если вы попытаетесь замостить также трехмерное пространство, то у вас как-то возникнут некоторые трудности, вы, наверное, об этом слышали, да. То есть кубами можно, а больше как бы ничем. Так, вот тетраэдрами удивительным образом правильными нельзя. Так. Значит, и вот замечательное открытие Шуэфли состояло в том, что вот четырехмерное... Что вообще говоря, во всех размерностях можно замостить только кубами. За исключением размерности четыре. Где можно замостить, кроме кубов, симплексами правильными, и вот двадцати четырехвершинниками. Вот он, вот как бы... Это и есть задача, которую он решал на самом деле. То есть для этого ему пришлось построить все правильные тела. Он интересовался замощениями пространства, правильными телами. Но для этого, в частности, пришлось построить их все. Так. И вот открыть те два, которые, значит, сейчас я вам приведу. Значит, итак, вот у нас есть правильно двадцати четырехвершинник. Так. Ну, он самодвойственный. У него, значит, сейчас двадцать четыре вершины, двадцать четыре клетки. Сколько же у него... Я забыл. Сколько же у него рёбер. Но это сейчас вы можете посчитать. Я сейчас вам напишу реализацию, и вы посчитаете. У него девяносто шесть рёбер, девяносто шесть грани. Значит, двадцать четыре вершины, значит, девяносто шесть рюбер, девяносто шесть граней двумерных, и двадцать четыре клетки трёхмерных. Но поскольку он самодвойственный, то вот эти числа равны между собой. Ну, а, соответственно, у двойственных ста двадцати вершинник и счёт вершинника они будут равны... Ну, понятно, они будут двойственны. То есть число вершин одного будет равно числу клеток другого, число рёбер одного будет равно числу клеток другого. Вот. Значит, а вершины эти выглядят следующим образом. Ну, вот проще всего брать, конечно, следующие двадцать четыре вершины. Плюс-минус EI, плюс-минус EG, так, длинные корни F4, значит, где единица, где EG между единицей и четырьмя... Чего? Так, раз я написал так, то, наверное, должен написать меньше, правда, да? Так нас устроит. Вот, значит, их двадцать четыре. Это в точности длинные корни F4. Длинные корни системы корней F4. Нам потом придётся поговорить о системах корней, но пока, значит, скажу, что те, кто ходят в четверг... В субботу. Те, кто ходят в субботу на первую пару, те, значит, уже знают, что это такое. А все остальные знали до этого. Вот. Значит, вот это вершины правильного двадцати четырёх вершинника. Так. То есть здесь никак упражняться особенно не нужно. Вот. Но в действительности мы потом... Нам его нужно будет врисовать в... 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 в правильный... Ну, связать... Значит, мы построим правильный сто двадцати вершинник в терминах двадцати четырёх вершинник. Вот этот двадцати четырёх вершинник. Так, значит, мы построим правильный сто двадцати вершинник в терминах значит, в терминах вот этого двадцати четырёх вершинника следующим образом. Значит, прежде всего мы значит, умножим вот это вот дело на ТАУ. Так, значит, как это называется? Масштабируем. Масштабируем этот многогранник умножить вершины вершины на ТАУ. Так, ну, и значит, сделаем вот что. разделим получившиеся девяносто шесть рёбер в отношении ТАУ к одному. Значит, ну, получится девяносто шесть вершин. получится девяносто шесть вершин и добавим к ним значит, шестнадцать вершин гиперкуба как это по-русски тессеракта, да? Четырехмерного куба и восемь вершин четырехмерного октаэдра. как-то октаэдр мне не нравится. Как? Фигура получена соединением центров клеток и сэракта. Да, да. Ну, где-то здесь еще написаны были, так сказать, вершины его. Четырехмерного октаэдра. Ну, гипероктаэдра, да. Вот, и то, что получится, будет образовывать сто двадцать вершин правильного сто двадцати вершин гика. Но более того, это будет образовывать группу квадронионов от цветного умножения порядка сто двадцать, которая является двусвязным накрытием группы PSL2-5, группа А5, и который изоморф на группе SL2-5. Так, то есть, вот, значит, иными словами, правильный сто двадцати вершинник это просто ровно, в правильном понимании, граф Келли группы SL2-5. То есть, топология у него такая же, как у, значит, графа Келли, значит, SL2-5, только нужно подумать, какие образующие нужно брать, там одна образующая будет порядка пять, а вторая порядка три. Ну, порядка пять это трансвекция, порядка три, мне нужно думать, какую нужно брать, но, значит, вторая образующая порядка три. Вот, значит, ну вот, имеет место такой результат, теорема. вот это и будет доказательством, в частности, там, более точной версии первого нетривиального изоморфизма, в которой я вам сформулирую сейчас. То есть, на самом деле, так сказать, как всегда, ну, там понятно, что можно доказать все непосредственно, просто там считая, строя там действия, а можно построить какую-то, так сказать, более общую вещь, из которой это будет видно просто сразу. Вот, теорема. Так, получившиеся 120 точек, значит, получившиеся 120 точек, вершины, вершины, 3, 3, 5, значит, 120 вершинника. Правильного, правильного 120 вершинника. Ну, доказательства. Извините, я точки-то не привел, а доказательства не буду. Не, ну, нужно проделать то же самое, только замучаешься проделывать это. Вот, значит, так, какие-то точки, ну, вот, 16 точек, плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус 1, плюс-минус 1, 8 точек, так, 8 точек, плюс-минус 2, 0, 0, 0, ну, и все перестановки, координаты. вот, значит, и 96 точек, 96 точек, плюс-минус 1, плюс-минус сигма, плюс-минус тау, 0, ну, и к которым нужно применить все четные перестановки координат. не, пожалуй, на самом деле вот такого типа факты я бы сейчас не стал доказывать руками, потому что действительно это программируется на компьютере сразу, так, то есть, значит, программа пишется, там, минут пять, вот, и считает секунду, а руками это делать, это как бы, то есть, просто проверить, что действительно, там, понимаете, от каждой точки, там, одинаковое количество точек на данном расстоянии, там, любом данном расстоянии, да, и так далее, ну, и что группа автоморфизмов этого, этого многогранника, ну, четырехмерного многогранника полиэдра, политопа, я вообще не знаю, как. Юрий, это тебе виднее? Как, как, как это называется, так сказать? А? Не знаю. Ну, по-русски, как принято говорить. Так, значит, ну, вот, группа автоморфизмов этого правильно многогранника, группа симметрий, это группа известная, как, значит, WH4, WH4, ну, ее порядок равен 14400, то есть, довольно большая группа. Так, вот, ну, а, значит, теперь давайте сделаем вот что. Давайте эти вершины поделим на два. То есть, давайте рассмотрим следующую группу, которая называется ИСО звездочкой. ИСО звездочкой – это группа, состоящая из 1,2, плюс-минус 1, плюс-минус И, плюс-минус Ж, плюс-минус К, плюс-минус 1, плюс-минус И, плюс-минус Ж, плюс-минус К. Кстати, вот то, что я сейчас нарисовал, это уже довольно интересно здесь. Сколько вершин получилось? Ну, давайте я поставлю скобку, закрою здесь, напишу ТСО звездочкой и закрою скобку. Это тоже группа, конечно, как легко видеть. Так, эта группа, ну, вот если вы положите омега равным 1,2, единица, плюс-и, плюс-ж, плюс-к, то это не зря обозначается омега. Так, вы знаете, такое омега, помните, да, что мы общались через омега? Мы через омега обозначали корень кубический из единицы, да, но обычно мы считали, что омега равняется минус 1, чего? Я минуса не поставил где-то. Я, вероятно, минуса не поставил. Да, конечно. Значит, минус 1,2 плюс корень из 3 и пополам. Ну, вот вместо корня из 3 мы вместо и пишем и плюс-ж и плюс-к, это все мнимые единицы. Так, ну и тогда, умножав квадернеоны, вы с интересом обнаружите, что омега квадрат равняется омега с чертой, а омега квадрат равняется единице. Вот, и, значит, и Т со звездочкой это группа. Т со звездочкой это группа, порядок которой равен 24. Значит, вершины, вершины, которые расположены, как легко видеть, в вершинах правильного 24 вершинника, но только это не длинные корни F4, а это короткие корни F4. Тоже образует 24 вершинник. Значит, ну это 24 вершинник по отношению к, вот к тому он масштабирован и повернут. Так, вот тот 24 вершинник состоял из квотернеонов с нормой, с нормой 2, да, я написал норма как произведение, квадрат нормы, конечно, да, сейчас, норма, сейчас, сейчас, модуль, модуль 2, модуль, еще, нет, норма 2, да, модуль корень из 2, значит, норма 2, вот это норма единица, а то нормы 2, вот, значит, то есть, тот выглядел так, там, плюс-минус 1, плюс-минус i, плюс-минус 1, плюс-минус g, плюс-минус 1, плюс-минус k, плюс-минус i, плюс-минус g, плюс-минус i, плюс-минус k, плюс-минус g, плюс-минус k, если я правильно написал, то тоже должно быть 24, правда, да, Значит, это один правильный 24-х вершинник, это второй правильный 24-х вершинник, ну и вместе они образуют систему корней F4. Но группа симметрии у них одна и та же, поскольку группа симметрии переводит длинные корни в длинные, короткие в короткие. Она на них действует абсолютно одинаково. Вот с этим связано то, что у группы F4, это то, что мы изучали на семинаре в прошлом году, Илья, вы помните, да, что у группы F4 над полем характеристикой 2 есть внешний автоморфизм, и поэтому существует группа типа Ри, но именно только над полем характеристикой 2, когда разница в длине в два раза, так сказать, не имеет значения. Вот, значит, ну вот, вот то, что сейчас нарисовано, это называется, Т со звездочкой, наверное, называется бинарная группа тетраэдра. Ну, она, конечно, будет подгруппой в бинарной группе и косаэдра, которую мы сейчас строим, вот, со 20 вершинами. Вот, ну, значит, на самом деле она там еще где-то является подгруппой. Да, ну вот легко проверить в качестве упражнения. Задача, что Т со звездочкой порождается двумя элементами, порождается и омега, порядка 4 и порядка 3. Вот. Значит, на самом деле, ну да, на самом деле, конечно, это группа изоморфная СЛ2-3. Это группа изоморфная СЛ2-3. Так, и ее фактор по плюс-минус единице. СЛ2-3 по плюс-минус единице. Это, конечно, по определению ПСЛ2-3. Так, это изоморфная А4. Ну, посчитайте порядки. Это группа порядка 24, это группа порядка 12. Это группа порядка 12. Ну и вот, значит, просто, опять же, после этой реализации в качестве упражнения вы можете легко построить изоморфизм. Сейчас я по-другому объясню, почему этот изоморфизм имеет место. Вот. Значит, что именно переставляется? Ну, на самом деле, значит, эта группа вкладывается в две другие бинарные группы. Так, бинарная значит ровно то, что здесь написано. Что это... Как это по-русски? Не расщепляющееся расширение степени 2, да? То есть расширение при помощи циклической группы второго порядка, но в которые вот эта группа не вкладывается. То есть сечения нет. То есть вот что здесь написано на самом деле? Здесь написано следующее. Вот это одно из исключений. И сейчас я вам такие исключения тоже перечислю все. Такие исключения вам тоже все перечислю. Значит, здесь сказано следующее на самом деле. Что вот группа Т со звездочкой отображается в А4, отображается в единицу. Ядро С2, циклическая группа второго порядка. Вот это группа СЛ2-3. Вот. А вот такого сечения не существует. То есть поднимается, поднять нельзя, можно поднять только с точки до знака. То есть мы возьмем два... Ну понятно, да? Если мы возьмем, значит, будем брать прообразы, то, так сказать, произведение двух прообразов будет не обязательно третьим прообразом произведения, а будет либо им, либо противоположным. Это ровно значит, что эта группа нетривиальный мультипликатор Шура. Правда, да? Вот. Значит, и... Тоже я сейчас скажу, что это такое. Ну, может, не сейчас, может, в следующий раз. Поскольку я хочу тоже показать, что не только, значит, те вопросы, которые мы изучаем, но и все остальные получают для этих групп, значит, для маленьких групп отдельные исключительные ответы. Значит, а? Что вы говорите? Вот. Но давайте рассмотрим группу О со звездочкой. Это бинарная группа октаэдра. Так, это будет группа, значит, Т со звездочкой объединить с вот тем, что здесь написано, но только нужно отнормировать так, чтобы норма всего стала равным единице тоже, чтобы действительно у нас не получились элементы бесконечного порядка. Значит, то есть нужно поделить на длину. Ну, которая равна корню из двух. Значит, плюс-минус один плюс-минус и. Единице делить на корень из двух плюс-минус один плюс-минус йод и так далее. Единице делить на корень из двух плюс-минус йод плюс-минус ик. Так, вот здесь, значит, 48 элементов. Так, ну и, значит, легко видеть, что О со звездочкой по плюс-минус единице изоморфно С4. Вот, и порождается это вот чем, значит, порождается эта группа, порождается омега, тем же самым, который был, и тета, где тета, это единица плюс и делить на корень из двух. Вот, это понятно, что элемент порядка, так, это что такое, это просто, это корень квадратный язык, да. Тета квадрат равно И. Там вот не было корня восьмой степени, а здесь есть корень восьмой степени. Вот, значит, ну это была подготовка, а сейчас мы напишем интересующую нас группу. Вот я не хочу стирать то, что, я хочу оставить те вершины, которые есть здесь. Ну и нам нужно их отнормировать, разделить на два. Так, разделим эти вершины на два, так, как кватернионы. Ну, получится следующее. Получится, так, прежде всего, вот разделив на два, первые 24 вершины мы получим группу Т со звездочкой. Так, и плюс еще, значит, 96 вершин, которые получаются четными перестановками из вот, значит, из вот этой точки, из этих восьми точек, счетными перестановками, но деленных на два. Так, давайте я напишу, значит, и со звездочкой, значит, это есть объединение Т со звездочкой. Т со звездочкой объединить с, значит, 96 элементов, получающихся из 1, 2, плюс-минус 1, плюс-минус сигма на И, плюс-минус Тау на Й, вот, отчетными перестановками, перестановками единица и ЖК. Так, и чудо-чудо, теорема, и со звездочкой подгруппа, подгруппа В, А, С, со звездочкой. Так, ну. Так, как-то проделал это упражнение. Значит, после чего в конспекте для первого курса написал, или второго, написал, предложил это в качестве задачи. Это так, действительно. Эта группа называется группой икосеонов. Она же бинарная группа икосаидра. Вот, и можно доказать, значит, что это доказано в моем конспекте. Я думаю, что я просто сделаю вот что. Я, значит, выберу из своего конспекта, напишу вот соответствующие кусочки, допишу то, чего там нету, и просто приложу это к... вот к... записи лекций. Потому что доказывать такие вещи на доске, ну, как-то абсолютно не хочется. Правда, да? Так, значит, что и со звездочкой, и изоморфно 2А5. Так, значит, изоморфно 2А5, то есть, опять же, это двулистное накрытие группы А5. Это значит следующее, что, значит, есть гомоморфизм такой, ядро которого С2, вот, и причем этот гомоморфизм, значит, не расщепляется. Так, вот, но в действительности и со звездочкой изоморфно С2А5. То есть, группа С2А5 вкладывается в группу квотернеонов. Вот, значит, ну, а сейчас я постараюсь объяснить, значит, более традиционным образом, объяснить, почему имеет место исключительно изоморфизмы, вот, в частности, и те, я вам написал сейчас некие более общие изоморфизмы, из которых те следуют. Вот, но сейчас я объясню, как доказывается изоморфизм, вот, почему, скажем, А5 изоморфно ПСС2А5. Вот, оказывается, что обычный способ состоит в том, чтобы заставить это действовать на, значит, чем-то, ну, и потом, значит, построить галаморфизмы, скажем, симметрическую группу, ну, и сверять порядки. Так, то есть, нам нужно для каждой там группы будет строить, значит, ее действие перестановка. Так, ну, давайте я вам сформулирую изоморфизмы, которые я сейчас хочу доказать. Вот, пожалуй, мне эти группы уже не нужны тоже. Так, я сейчас напишу изоморфизмы здесь, чтобы они остались. так, ну, и, значит, и постараюсь вам доказать все, что успею. Самое главное, доказать тот, который нам понадобится для актонионов. Так, но чтобы это сделать, хорошо вначале понять, значит, вообще, что происходит. значит, и так имеет место следующая теорема. Значит, ПСЛ. Так, ну, нужно ли напоминать что такое? Так, ну, давайте еще, так сказать, там, две минуты напоминаний. Значит, для любого, 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 любого примарного числа, П простое, любой степени простого, существует конечное поле из П элементов, из К элементов. Так, но вообще над любым полем есть группа Ж, Н, К. Так, это, значит, группа всех обратимых матриц степени Н, значит, над полем К, но над полем матрицы обратимы тогда и только тогда, когда ее определитель не равен нулю. В этой группе есть подгруппа, состоящая из матриц с определителем, равным единице. Так, значит, в случае, когда К равно ФКУ, то пишут Ж, Л, Н, Ку и С, Л, Н, Ку. Так, дальше. Значит, у этих групп есть центры. Так, значит, ну вот центр, центр Ж, Л, Н, К, это скалярные матрицы. Это К со звездочкой на Е. Скалярные матрицы. Скалярные матрицы, то есть матрицы вида лямбда, лямбда, ноль, где лямбда обратимый элемент. Вот, а центр С, ЛНК это скалярные матрицы, но, естественно, не все, а чтобы определитель равнялся единице, лямбда должно быть корнем нной степени из единицы, поэтому это будет не К со звездочкой на Е, а мю Н на Е, где мю Н это элементы из К со звездочкой, которые в нной степени дают единицу, то есть корни из единицы в степени Н. Ну, правильно писать мю Н от К было бы, конечно, но мы здесь занимаемся не теорией алгебраических групп, поэтому я буду писать просто мюнг. Вот, значит, ну и понятно, что мы можем рассмотреть фактор группы по центрам. Давайте я сотру и это тоже. Так, рассмотреть фактор группы по центрам. Они называются ПЖЛ и ПСЛ. Так, значит, ПЖЛ НК это фактор ЖЛНК по скалярным матрицам так, значит, ПСЛ НК это фактор СЛНК по скалярным матрицам с определителем единица. Я все-таки напишу мю НК Е. Но это определение неправильное из точки зрения теории алгебраических групп, но для поля они совпадают значит, с тем, что должно получиться, поэтому сейчас я не буду заморачиваться чем-то другим. Мы это обсуждали уже как-то, так сказать, на каком... А, вот мы обсуждали в прошлом году. Для алгебраически замкнутого верно первое. Ну, верно и второе тоже, конечно, да. Значит, для поля верно первое. Для не замкнутого поля неверно второе, да. Значит, ну да. напишите, напишите, что ПСН равно ПЖН. Нет! Это не алгебраическая группа. Это другое обозначение. Может, когда сразу Ку писать, у нас такая, чтобы... Да, давайте, чтобы никто не перепутал, я буду писать ПЖНКУ и ПСЛНКУ. Мы только для этого случая пока это будем применять. Да. Вы правы, абсолютно. На самом деле там возникает для кольца группа Пекара, здесь что-то еще тоже возникает. Это мы как раз обсуждали в прошлом семестре. Кому это интересно, пусть смотрит записи по алгебрам Клиффорда. Там это обсуждалось в частности для ортогональной группы тоже. Но при этом вначале обсуждалось вот это. Да. Значит, да, это не алгебраическая группа. Тогда вы согласны, что это элементарная подгруппа. Вот эта группа Шевале присоединена, это ее элементарная подгруппа. Вот. Значит, но тогда, как известно, порядки этих групп выглядят так. Значит, G, L, N, Q порядок есть, значит, количество базисов в нмерном пространстве значит, над полем из Q элементов. Ну, известно, как считать базисы, значит, для первого курса. Значит, Q в степени N-1 это количество первых векторов базиса. Q в степени N-Q это количество вторых векторов базиса. Q в степени N-Q квадрат количество третьих векторов базиса и так далее. Q в степени N-Q в степени N-1 количество последних векторов базиса. Но это равно, разумеется, значит, Q в степени N на N-1 пополам на Q-1 Q квадрат минус 1 и так далее. Q в степени N что там? Q в степени N-1, правда? Это порядок S-L-N порядок S-L порядок G-L-N порядок G-L-N Q равен порядку P-G-L-N Q равен порядку G-L-N Q деленному на Q-1 а порядок значит P-S-L-N Q равен порядку S-L-N Q ну деленному на порядок центра порядок центра равен количеству корней из единицы ну количество корней из единицы степени N в поле из Q элементов значит ну понятно мультипликативная группа порядок Q-1 сколько там корней уравнения X-stepени N равно значит единице вот у вас два уравнения X-stepени N равно единице X-stepени Q-1 равно единице ну интересно сколько их общих корней да так значит наибольший общий делитель N и Q-1 вот значит это порядки этих групп ну и как бы я сформулировал вначале не ту теорему которую я хотел сформулировать а вначале сформулировали другую теорему что группа P-S-L-N Q проста кроме там для произвольных колец коммутативных и так далее и на семинаре мы это обсуждаем просто так сказать то что спецкорса знает содержание всех предыдущих спецкорсов ну обычно считается да а это не так разумно наверное в предыдущие пять лет предыдущих нет но сейчас вы сейчас вы процитировали опять значит неявным образом фразу из Литлвуда математической смеси да помните да значит он говорит что ну вот я там читаю лекции первому курсу уже так сказать 30 лет там или 40 лет они все еще эти лекции не понимают вот значит не но этот факт я не буду доказывать это общеизвестный факт так сказать который входит во все учебники классический так значит и который мы явно не будем использовать поэтому значит в действительности я хотел вам такая такую теорему теорему имеет место изоморфизмы значит ПСЛ2 2 ну которая как раз непростая да изоморф на С3 ПСЛ2 3 изоморф на А4 ПСЛ2 4 ну вот эти вот 2 они как бы очевидны и фактически значит но тем не менее мы начнем с них чтобы понять как доказываются все остальные изоморф на значит А5 так следующий по размеру ПСЛ2 7 вот это удивительный изоморфизм это вот тот который нам реально нужен изоморф на ПСЛ3 2 но понятно что для характеристик 2 извините для поля из двух элементов для поля из двух элементов СЛ равно ЖЛ а для поля конечного характеристики 2 ПСЛ2 равно СЛ2 поскольку корней из единицы второй степени там немного так значит единица вот ПСЛ2 9 изоморф на почему там А6 как мы порядок считаем правильно да и ПСЛ4 2 изоморф на А8 правда да значит других изоморфизмов для ПСЛ просто значит по-моему нету там для других серий есть а для ПСЛ нет ПСЛ2 9 изоморф на А6 и значит ПСЛ4 2 изоморф на А8 так ну потом значит мы может быть еще будем использовать какие-то изоморфизмы для других серий так но значит пока ограничимся вот этим вот ну как это доказывается обычно обычно это доказывается так вот у нас группа значит группы СН и АН они действуют на Н точках так и нам нужно построить действия других групп на таком же количестве точек ну что тогда задаст гомоморфизмы из этих групп либо в СН либо в АН если это действие чутное так значит ну вот как бы идея доказательства значит что СН действует на Н точках значит ну скажем там числа от 1 до Н вот ну и построим действия действия скажем ПСЛ там ПСЛ2 ПСЛНКУ на там ну на чем-то так ну вот начнем ну давайте а ну я не знаю на трех точках сначала давайте на трех точках вначале да вот на трех точках значит ну вот у нас ЖЛНКУ по определению действует на ФКУ в степени Н так значит но при этом это действие линейное поэтому оно переводит ноль в ноль так значит ну вот тем самым ЖЛ2 2 которая совпадает с СЛ2 2 и которая совпадает с ПСЛ2 2 но будем считать что фактор группы по единице совпадает с самой группой да хотя это вопрос философский это вот так сказать там это Рассел обсуждал да совпадает ли х вот с этим Рассел считал что совпадает вот значит то есть верно ли что одноэлементный класс элементов этой группы совпадает с самими элементами вот но эта группа действует на чем действует на значит Ф 2 2 но с неподвижной точкой 0 но значит остаются три точки 1 0 0 0 1 и 1 1 так значит группа Ж 2 2 действует ну как любая линейная группа дважды транзитивно ну группа ГЛН действует n раз транзитивно она переводит любой базис в любой базис значит это действие n транзитивно оно транзитивно на базис конечно так то нет это по другому называется оно конечно не будет транзитивно в данном случае любые два элемента различных линей независимы поэтому это будет два транзитивных действия так ну легко видеть что единственное два транзитивных действия на трех точках это действие с3 ну порядок этой группы равен 6 так то есть мы получили гомоморфизм из ЖЛ22 мы получили гомоморфизм из ЖЛ22 в с3 гомоморфизм так ну а порядки этих групп совпад так у него образ нетривиальный так и порядки этих групп совпадают поэтому это изоморфизм значит ну вот это первый пример так я боюсь что все примеры мы сегодня не увидим потому что значит вот вот этот пример он уже реально нетривиальный так значит следующий пример то есть там нужно что-то будет говорить нужно будет отождествить там что-то с чем-то вот значит следующий пример это действие СЛ2 3 нам нужно найти 4 объекта да ну где действует СЛ2 3 так значит ну вот ЖЛ2 3 так это первый да изоморфизм второй изоморфизм ЖЛ2 3 действует на плоскости так значит в этой плоскости 9 точек и нам нужно найти значит 4 объекта которые переставляются между собой так значит на плоскости из трех на плоскости над полем из трех элементов ну там значит в этой плоскости какие у нас векторы значит ну вектор 0 0 который нас не интересует да значит векторы плюс-минус 1 0 0 плюс-минус 1 значит плюс-минус 1 1 и плюс-минус 1 минус 1 если я правильно посчитал это 9 векторов правда да вот и мы видим что эти 9 векторов образуют значит 4 прямых так ну и понятно что так как действие линейное оно переводит прямую в прямую так вот значит тем самым эта группа действует на 4 прямых но при этом что интересно плюс-минус 1 значит да ну и понятно что сл тоже действует транзитивно на этих прямых значит сл 2 3 действует транзитивно транзитивно на 4 прямых значит и ядро этого действия это плюс-минус единица ядро этого действия плюс-минус е то есть тем самым значит отсюда следует что PSL2 PSL2 3 значит действует на 4 прямых но мы построили тем самым мы построили тем самым мы построили тем самым гомоморфизм из PSL2 3 в S4 вот ну и осталось посмотреть там чему равен образ так и легко видеть что образ будет иметь порядок 12 а что уже так сказать ничего больше не оставляет ни одну прямую на месте понятно да не оставляет не оставляет все прямые на месте не оставляет одну прямую может составлять если оставляет одну прямую то там во втором столбце что-то стоит нетривиальное раз это не скалярная матрица не оставляет на месте два независимых вектора а потому что плюс-минус единица потому что прямая состоит потому что прямая над полем из трех элементов состоит из трех векторов нуля вектора и противоположного вектора поэтому значит плюс-минус единица сохраняет любую прямую вот значит ну вот это доказательство этого изоморфизма вот следующие изоморфизмы доказываются хитрее так и так ребята вы скажите во сколько вам нужно уезжать в значит в память а мы со следующей недели постараемся договориться с максимом чтобы как бы либо он там еще чуть позже начинал либо а либо сюда переехал лучше то есть сегодня мы закончим раньше а со следующего раза постараемся все таки чтоб лекции были чуть подлиннее потому что иначе я не буду ничего успевать потому что помните у нас в прошлом году были лекции там по два с половиной часа по три а самые короткие были два с половиной да не на самом деле эта форма да это вы понимаете что за три часа можно сказать гораздо больше чем за две лекции по полтора потому что каждая лекция полтора часа начинается там с философии а три часа философия одна общая вот значит вот теперь общее предисловие к остальным к остальным изоморфизмом и фактически оно здесь было озвучено посмотрите что здесь происходило здесь мы рассматривали действия на прямых вообще вот если у нас есть любая группа SL2 так значит группа PSL2 она действует на вот на чем она действует на проективной прямой над полем K проективная прямая над полем K это есть объединение K и бесконечности но я бы написал K с чертой но значит K с чертой у нас алгебраическое замыкание поэтому я так не буду писать я буду писать P1 от K вот каким образом она действует но это обычное дробно линейное действие а мораль значит что это вот и есть то действие которое только что было описано то есть это действие на векторах а потом мы берем значит и смотрим на прямые поскольку действие линейное оно переводит прямые в прямые значит скалярные матрицы сохраняют прямые понятно да и поэтому вот а это действие выглядит следующим образом значит вот если у нас есть элемент A, B, C, D элемент значит группы PSL2 K так ну в действительности это что такое это класс это класс матрицы A, B, C, D по модулю O плюс минус единицы вот это то же самое напишется в квадратных скобках значит тогда это действует на P1 следующим образом P1 от К отображает в P1 от К следующим образом Z отображается в AZ плюс B, C, Z плюс D так ну это обычная формула там Мёбиуса да который увидели в комплексном анализе там в теории чисел наверняка Максим Александрович эту формулу рисует так сказать так в гиперболической геометрии я не знаю везде да вот это обычное значит дробно-линейное действие вот и в частности для значит группы то что это действие это значит это гомоморфизм в симметрическую группу соответствующую так и таким образом вы получаете для случая когда K равно FQ значит понятно что P1 от FQ состоит из Q плюс одной точки так и таким образом вы получаете гомоморфизм значит P, S, L, 2, Q гомоморфизм в S Q плюс 1 вот на самом деле в этом месте ГЛОА доказал ну или сформулировал по крайней мере следующую замечательную теорему вот здесь не хватает еще чего-то на самом деле если вы думаете что исключения заканчиваются здесь то вы ошибаетесь исключения продолжаются дальше там дальше еще есть несколько очень интересных простых так значит но для них нет изоморфизмов но что-то другое нарушается то есть следующее очень интересные простые это 11 и 23 так значит на самом деле тут можно было бы продолжать но продолжать в другом плане P, S, L, 2, 11 и P, S, L, 2, 23 уже не как изоморфизма а в другом качестве вот почему 11 значит теорема ГЛОА значит ну вот мы получили действие группы P, S, L, 2, Q на Q плюс 1 точке вот теорема ГЛОА вот теорема ГЛОА состоит в том что никакого такого действия значит нетривиального на меньшем количестве точек не существует значит не существует при Q большем 11 не существует гомоморфизма ну нетривиального гомоморфизма P, S, L, 2, Q в S, Q так ну раз эта теорема начинается с Q большим 11 то как вы думаете что это значит? так а что при 11 существует два таких гомоморфизма да значит для P, S, L, 2, 11 есть два нетривиального гомоморфизма ну понятно два несопряженных в несопряженных в S11 не нетривиальных несопряженных гомоморфизма в S11 вот этот этот пример он значит ровно просто возник значит у меня там в одной работе вот совершенно в другом контексте я его сформулирую в следующий раз так значит но вот понятно из этого что вот те изоморфизмы которые построены перед этим вот их как раз существование будет связано ровно с тем что для значит для тех которые написаны здесь такие гомоморфизмы существуют то есть для SL5 существует значит гомоморфизм в значит S5 действие на пяти точках для PSL7 существует гомоморфизм в S7 а для этого гомоморфизм в S9 так то есть здесь в действительности причина состоит в том что мы построим действие на пяти точках на семи точках и на девяти точках вот ровно в этом стоит причина а как мы потом сделаем действие там на шести точках а зачем на шести а у нас на шести где PSL29 а ну это уже так сказать второй вопрос да да но причина состоит ровно в том что я сказал так ну и я боюсь что если мы хотим успеть на то есть вот сейчас вот то место где нужно ставить точку либо начинать так сказать хотя бы еще минут 15 доказывать вот следующую строчку а 23 значит 23 тоже по очень глубокой причине потому что значит там тоже действие имеет какую-то особенность сейчас я могу постараться вспомнить но в общем это причина это та причина по которой существует группа Матье М24 то есть это вот 23 играет 23 это простое которое входит в структуру там практически всех спорадических групп вот ровно по той причине что там же можно смотреть не просто на так сказать действенной меньшей степени а можно смотреть на вот там свойства кратной транзитивности там на какие-то такие вещи вот и значит большинство групп значит вот этих в этом действии они обладают максимальные возможности степени транзитивности то есть они их нельзя вложить в группы более транзитивные вот эта группа в действительности на проективной плоскости она будет 3 транзитивной на проективной прямой то есть она переводит там значит ноль единицу и бесконечность может перейти перевести в любую тройку так а вот уже четвертую точку нельзя потому что это называется вот то что мы обсуждали в прошлый раз гармоническое отношение что четвертая точка придется только в точку которая находится в том же отношении с этими тремя как вот исходная точка с 0 0 1 бесконечность понимаете да вот а вот для группы psl2 3 там наступает некая особенность из-за которой ее можно вложить в группу в более высокой степени транзитивности то есть она сама конечно будет только 3 транзитивной но зато у нее есть расширение 4 транзитивная m20 а а на 24 точках это будет m24 вот это е 5 транзитивная значит это будет m24 то есть в ее проективном действии вот эта группа вкладывается в 5 транзитивную группу значит вот эта группа вкладывается в в действии на 12 точках она вкладывается в группу m12 А эта группа вкладывается в группу М24. И это группы, которые будут пятикратно транзитивными. И ответ такой, что никаких других таких групп, кроме СН и АН, просто в природе не существует. Вот знаменитая гипотеза Жордана, которая вытекает из классификации конечных простых групп. То есть вот эта особенность 11 и 23, что сами-то они, может быть, и столько раз транзитивны, сколько нужно, но все остальные не допускают расширений более высокой степени, а не допускают. А это связано с тем, что это простые числа. Как это называются такие простые числа, как там 11, 12? Простые числа Софии Жермен, ну что-то в таком духе. Так, это по твоей счастью. Так, ну ладно, я думаю, что нужно сегодня ставить точку, а в следующий раз мы постараемся организовать так, чтобы лекция была подучей. Спасибо.